Всем привет! Вот так вот рада улыбаться и я хочу, чтобы все так улыбались в период весенних таких симптомов, когда начинает все цвести, начинает из носа у кого-то что-то капать, из глаз, там чихать, то есть сезонные такие проявления аллергии. Итак, давайте поговорим, как себе можно помочь с помощью натуральных средств. Вы видите, все, что у меня на столе, все нам понадобится. Это продукция компании Дотера, эфирные масла и начинаем с вами знакомиться, как можно себе помочь. Во-первых, хочу сказать, что очень важно проводить профилактику, но дело в том, что даже если вы пропустили вот этот период профилактики, в период обострения тоже можно себе помочь. Что мы делаем? Нам понадобится три эфирных масла. Это эфирное масло лимона, перечные мяты и лаванды. Что мы с этим делаем? Мы берем диффузор, наливаем туда воду и капаем по 4 капли каждого эфирного масла. Пользуемся в помещениях. Вы на работе, вы дома, в офисе, дышим этим. Дальше берем эти же эфирные масла, три эфирных масла, берем базу 10 мл, капаем туда 5-7 капель, делаем такую смесь и пользуемся наружно. Наносим на область лупа, на виски и вот на эту точку тоже наносим. И очень вам рекомендую включить вот в этот период, вот есть такая смесь Дайджи Дзен. Эта смесь вообще пищеварительная, она помогает переваривать. И дело в том, что вот в этот период ваш организм будет нагружен всем тем, что у вас вызывает вот эти симптомы аллергии. Ему важно будет это все вытащить из вашего организма. Дайджи Дзен будет это делать более мягко, помогать ему это все вытащить. И даже если у вас есть такой период, что, например, вы изучаете какой-то материал или вы не перевариваете какую-то ситуацию эмоционально, вы можете тоже пользоваться эфирным маслом Дайджи Дзен, она такая переваривающая. Так что просто добавляете эфирное масло Дайджи Дзен в воду, выпиваете, это поможет вашему пищеварению. Для аллергии, да, когда период аллергии, вы наносите на пазухи в разведении, пользуйтесь эфирным маслом Дайджи Дзен. Дальше есть еще капсулы, вот такие вот, в них входят эфирные масла, которые я вам уже озвучила ранее, это перечная мята, лаванда и лимон. Очень удобно пользоваться в поездках, один-два раза в день, тоже дополнение, как вот к применению с диффузором, наружно и внутренне, можно тоже принимать один-два раза в день. Если даже у вас нет вот таких капсул, не стоит расстраиваться, берем просто пустые капсулы, у меня они вот такие вот, открываем капсулу, капаем сюда эфирные масла, лимон, перечную мяту и лаванду и принимаем вовнутрь. Масла все пищевые, их все можно принимать вовнутрь, все, что я озвучила, поэтому смело можете пользоваться. И я хочу, знаете, что донести? Пользуйтесь чем-то новым, что вы раньше не знали, способы применения, если это может вам помочь вашему организму справиться с той или иной задачей. Потому что часто я встречаю такое, я все перепробовала, мне ничего не помогает, все равно что-то помогает. Главное просто не останавливаться, а идти дальше и пробовать, пробовать. Я тоже знаю людей, которые, у меня есть такой пример, мужчина в возрасте, там, сколько ему, за 60 примерно, и он все время пробует, он ищет, и он нашел, он нашел решение. И самое главное, знаете, какие слова? Я свою задачу зарабатывал там на протяжении 10 лет, 15 лет, там, у кого-то 2 года. Я понимаю, что мне также нужен какой-то период, чтобы решить эту задачу. Так вот, по поводу аллергии я могу сказать и на своем опыте, и на опыте своих знакомых, что в первое же применение вы чувствуете облегчение. Это не вот такая вот золотая таблетка, которая все полностью вы освобождены. Вам станет легче. У всех разные организмы, поэтому с вами может тоже по-иному это сработать. Но на второй сезон вам будет гораздо-гораздо легче. И на примере Лены нашей, у которой опыт аллергии, да, ее присутствие симптомов на протяжении более 10 лет, и куча вот этих вот лекарств, то есть она на третий сезон отказалась полностью от препаратов. То есть, используя натуральные решения, эфирные масла, она обходится без препаратов. Поэтому пробуйте, смотрите, как с вами работает, и будьте просто терпеливы к себе, да, к ситуации, с которой вы работаете. А я буду рада ответить на ваши вопросы, задавайте, ну и всего хорошего.